Тенденция на умение танцевать больше и на презентацию, нежели на умение придумывать танцы. Хотелось бы увидеть в этом тебя и твой почерк. Было очень мало понимания, как хорошо, как плохо. Ну как это, Лёша? Мы же работаем с детьми. Прелесть творчества в том, что там нет правил. Редко кто начинает думать сам. Я танцую для того, чтобы чувствовать себя крутым. Очень хочется уже вдыхать и выдыхать. Да, органика. Органика, да. Случился вот эта вот яма звуковая. И что дальше, да, вопрос? Очень многие делают красивые движения, но они не наполнены и магии не происходят. Прячутся все за кого-то. Арабав, давай! Ну, Лёш, ну надо. В общем, у нас началась запись. Лёша, привет. Привет. Мы собрались сегодня записать наш диалог о танце. Блиц. Блиц. Да, ну я думаю, кстати, не блиц. Мне очень хочется, чтобы получился просто диалог, чтобы можно было поговорить, задать какие-то вопросы. Потому что времени малое про это. Да, да, да. Мы задержались на классах. Лёша большой герой, потому что он сразу, закончив класс, бежит сюда, садится и... Ну, поболтать я люблю, поэтому... Ну и хорошо. Геройка моя все. На выдохе. Окей. Я вот перед тем, как мы включили запись, начала рассказывать Лёше, почему непосредственно его мне захотелось пригласить сюда и пообщаться с ним. Хочется разговаривать с теми, с кем у меня обнаруживается хоть какая-то связь, хоть какая-то, хоть маленькая зацепочка. И вот Лёша не помнит. Ну, как настоящая звезда, зачем помнит? Ой, ладно, прекращайте. Пожалуйста, я вас молю. Я исключительно любя. В общем, это было, наверное, году в 17-18. Какой это был чемпионат в Москве, я правда не помню какой. Выступали там мои дети-подростки, и на тот момент я была тем педагогом, который был уверен, что нужно работать от запроса. То есть, например, есть подростки, они хотят танцевать стильно, круто, мощно, прикольно. Я беру треки Ламара, хорошая качественная музыка, создаю микс, ставлю хореографию и выпускаю это всё. Вот. У меня не было амбиций по поводу того, что это будут какие-то призовые места, но мне просто вот, типа, я сделала и сделала, как это подошла я с вопросом к Лёше после того, как они показали этот номер. Я очень боюсь, что сейчас услышу ответ. Вот. Это было в коридоре на самом деле. В кулуарах. Да, да, да. То есть я к тому говорю, что бывает такое, что, мне кажется, молодой какой-то там хореограф или вообще человек, которому нужна какая-то обратная связь, он подходит, его могут оттолкнуть, потому что, ну, типа, вот я сейчас бегу, вот мне сейчас некогда, вот давайте там потом, ла-ла-ла. Ну, ты такой, типа, в какой-то вот такой вот этой штуке сказал мне несколько слов, они были, кстати, важными, а были они о следующем. Ты мне сказал, что хотелось бы увидеть в этом тебя и твой почерк, сказал ты мне. Ну, то есть, в общем-то, потоковый номер, а чем твой номер отличается от всех остальных, как проявлена в этом личность хореографа. Вот. И я, конечно же, не готова на тот момент это услышать, сказала, ну, как это, Лёша, мы же работаем с детьми, им же нужно проявить себя. И вот, в общем, вопрос первый, который я хочу задать, заключается в следующем. Как соблюсти баланс между тем, чтобы ставить хореографию, которая раскрывает непосредственно и помогает расти танцовщику, и в то же время себя тоже в этой хореографии проявлять, как вот этот почерк обрести? Ну, тут сразу несколько вопросов. Я буду ориентироваться на свой опыт. По вкусу. Когда я начал ставить, я был юн, и ребята, с которыми я работал, были тоже юны. Соответственно, как мне кажется, мы были на одной волне, культурный код был един у нас. И благодаря каждому случаю в нашей жизни, ситуации, всему чему угодно, преобразованию определенного бэкграунда за спиной каждого 10 людей, мы обрастаем определенным видением, и именно так нам кажется будет классно. Моё классно вот такое. Тут очень сложно объяснить. Мне кажется, когда я начинал, не было большой возможности подсмотреть, увидеть, перенять. Было очень мало понимания, как хорошо, как плохо. И с этой точки зрения это было прекрасное время, потому что сейчас, например, у нас сложилось огромное количество субкультур, пониманий, философии танца. Вот это вот классно, вот это вот модно, это правильно, это неправильно. Они диктуют моду, поэтому за ними идут, это так надо делать. Раньше такого не было, нас было не очень много, и мы были так достаточно разрознены, мало фестивалей было, мало общения. И поэтому все опирались на какое-то своё интуитивное понимание, как хорошо, а как плохо. А сейчас редко кто начинает думать сам, к сожалению, потому что вот сейчас столько информации вокруг, ты просто купаешься в море танцев, в море клипов, в море видео, в море ивентов и всего остального. А раньше вот, я вот сейчас вспоминаю, я думаю, блин, какой же я был храбрый. Мне нравится музыка, я кайфую от неё, и я вот, она меня двигает куда-то. И это получается ни на кого не похоже, потому что это очень странно. Это, например, не будет работать на классах, потому что это не про это, но это работает с твоей командой. Сейчас я тоже поддаюсь, конечно же, влиянию. Мне кажется, это... От этого не уйти. Ну, да, существо асоциальное. От этого не уйти, ты впитываешь, видишь, когда-то твои комплексы начинают тебе диктовать. Вот, там, у них больше работы, ну, например, грубо говоря, у них больше классов, потому что их информация лучше идёт. Может быть, моя информация не готова, моя информация, публика не готова, поэтому надо сделать... Адаптировать немножко. Ну, в общем, начинаешь адаптироваться, подстраиваться. Раньше такого не было, потому что раньше, собственно, класса-то было мало. Раньше все хотели показать себя. Было очень много амбиций вот такого рода. Сейчас, когда ты смотришь фестивали, конечно... Прячутся все за кого-то. Все превращается в унификацию, в некий однородный слой, как будто это игра по правилам. А прелесть творчества в том, что там нет правил. А сейчас очень мы все подчиняемся правилам игры. Вот. И не знаю, я когда сужу номера и смотрю огромное количество номеров, я начинаю засыпать. Ну, не по-настоящему. Ну, понятно. Ментально засыпать. Чтобы меня правильно поняли, настолько всё схоже от музыки до костюмов, и уже не говоря про движение, что ты даже в какие-то моменты затрудняешься, как же судить. Потому что всё очень похоже. И уровень танцевания плюс-минус схож, потому что все друг на... Ну, в этом есть плюсы. То есть минимальный уровень вырос. Это определённо точно. Но если мы говорим про команды. Вот. Если же мы говорим про новую тенденцию в развитии, это соло, то тут, конечно, наоборот. Мне кажется, танцевальная культура продвинулась неимоверно благодаря новому веянию. Это соло. Если мы говорим про чемпионаты. Раньше такого не было, и люди были очень закрыты, и редко кто выходил в сольных историях. И это было достаточно смело. Сейчас соло — это одно... Я не знаю, вот на моём чемпионате, фестивале, мы номинацию соло не вводим по своим причинам. Но на многих чемпионатах номинации соло — это, блин, ну полчемпионата. Полчемпионата. Ага. Но это интересная тенденция. Это, мне кажется, как будто бы немножко о том, о чём мы с тобой говорили, идя сюда в студию. Вот мы говорили про специфику российского образования и про то, что всё-таки унификация, система ЕГЭ, она как-то признана, чтобы нас немножечко так систематизировать, в какие-то определённые рамки поставить. И в этих рамках мы вот, пожалуйста, вот существуете. Ну и танец как будто бы это перенимает. Вот эти команды, которые, возможно, похожи друг на друга, так удобно. Ну, в общем-то, логично. Может быть, так всегда было, просто их было меньше. Сейчас же больше команд просто стало. Ну и опять же, тут, возвращаясь к нашему разговору в 2017 году, есть определённая база, на которой проще растить. С чего проще начинать. Это очень странно, если ты с начинающими ребятами начинаешь им с каких-то непонятных, грувных, авторских, если угодно, историй. Это сложно воспринимается на неподготовленный мозг и тело. Поэтому, конечно же, тут всему своё время может быть. Может быть, но при этом вот соло — это какая-то, мне кажется, очень такая позитивная тенденция. Да, соло, мне кажется, это продукт, как ни странно, коронавирусной истории. Ну, отчасти. То есть, ну, кто-то может меня поправить, но вот такое максимальное развитие вся эта история получила после того, как вот мы вышли из коронавируса. И благодаря этим онлайн-урокам, благодаря тому, что человек начинает развиваться вне коллектива. Институция, да, сам может это делать. Сейчас вообще, в принципе, мода, тенденция на умение танцевать больше и на презентацию, нежели на умение придумывать танцы и сочинять какие-то истории. Сейчас тенденция в том составит, что людям хочется классно танцевать. Насколько это сложно и классно придумано, это уже другой вопрос. Но вот во главе угла стоит классное танцевание. Ну, что значит классное танцевание? Я танцую для того, чтобы чувствовать себя крутым. Ну, это значит, что у нас вот есть команда в 40 человек, и в принципе достаточно среднего уровня и отточенного, отработанного какого-то макета на всех. Но если взять каждого по отдельности, ну, это будет не очень сильно. А все вместе это мощно. Вот. А тут смысл в том, что каждый в отдельности должен быть очень сильным и мощным. А это значит, что ты должен развиваться внутренне, развиваться и в технике, и в подаче, и в информации, да во всем. Развиваться как артист, прежде всего, потому что сольное танцевание — это умение, это навык держать публику всего лишь своим одним телом. Вот. Я вот, знаешь, о чем думала в сольных номинациях? Мне кажется, что как будто бы было классно разделение ввести, когда человек сам себе хореограф, а когда ему ставят. Мне кажется, это очень разные вообще грани оценивания, проявления, но это совсем по-другому. Ну, если в судейских листах есть... Критерии хореографии, ну, ты оцениваешь хореографию. Это, кстати, тоже тонкая история по поводу... Очень часто я смотрю и не понимаю, почему так судят, потому что вот я вижу, что движение-то прикольное на музыку, просто танцуют это плохо. И наоборот, танцуются это классно, но очень все просто. И эта простота не всегда плохо, понятное дело. Бывает, что просто это именно то, что нужно здесь, а это значит «правильная» в кавычках хореография. Уместная типа. Да, органика. Да, органика, да. Поэтому, ну, во всяком случае, мне кажется, что развитие сейчас идет бешеное в танцевальной среде, и все, конечно же, циклично. И если сейчас не совсем все хотят участвовать в командных каких-то выступлениях, то все циклично, все к этому вернется. Вон, я слышал, что Кирюха Захаров хочет опять команду все сделать. Хотя я с ним, когда болтал, он говорит, нет, все, хватит с меня этой истории. Я не знаю, раскрыл я карту, сейчас не раскрыл. А хотя нет, они же делают... Я видел, они аудишн вывесили. Так что все. Просто отрекламировал. Да, если вдруг кто-то хочет попасть к Кирюхе на постоянных основах, вот. Вот, пожалуйста. На момент выхода этого подкаста, наверное, все уже произойдет, так что вы ничего не успеете. Я вот еще тоже сейчас думаю, мне вот все интересны причины следственной связи установить. Сейчас такой бум развития танцевального движения. Мне кажется, это тоже ведь, когда накапливается много какой-то творческой энергии нереализованной, да? То есть вот случаются вот такие вот прорывы. Вот был когда-то еще на твоей памяти такой же прорыв уже, который сейчас вот сопоставим по масштабу с тем, который происходит? Ну, мне кажется, что когда у нас постепенно фестивальное движение начало развиваться супер-супер активно, и в какой-то момент привоз наших американских, азиатских коллег стал нормой, вот, наверное, тогда. Просто это сложно сравнить, потому что нас всех немножко прибило сидением дома и другими обстоятельствами. И мне сейчас за всех сложно говорить, я сейчас буду за себя только говорить. Ну, конечно, да, да. Вот. Состояние такое немножечко приглушенное, вот, немножко так прибитое, что ли. И благодаря этому, как контраст, развитие танцевального кластера, оно ощутимо выше, чем тогда. Тогда как-то все плавно развивалось. Я не знаю, может быть, когда танцы вышли. Ну, получается, чемпионатное, наверное, движение, это где-то десятые, там, двенадцатые, тринадцатые, четырнадцатые, вот эти вот годы, там, одиннадцатые. Ну, может быть, чемпионаты, они были всегда, но вот это вот... Привозы. Насколько я знаю, а я могу ошибаться, первыми привозами начали заниматься Проджект. Проджект. Насколько я это знаю. Но я могу быть не прав. Ну, мы предполагаем. Вот. Ну, это прям так давно. Вот. Я надеюсь, что главный прорыв у нас случится чуть позже. Впереди, да? И надеюсь в этом поучаствовать. А, хорошо, хорошо. Это пока какой-то секрет. Не, не-не-не. Просто очень хочется уже вдыхать и выдыхать. И, как бы, дальше быть в каком-то радостно-активном процессе. Хочется. Очень хочется. Ну, как будто бы... Как будто бы не ожидается, вот, по моим ощущениям. Я не знаю, просто я сравниваю с тем, что в какой-то момент, работая со своим коллективом, интерес к фестивалям ушёл. Всё, что можно, мы выигрывали не по одному разу. И стало неинтересно. Угу. И что дальше, да, вопрос? И куда двигаться, да, случилась вот эта вот яма звуковая. Класс. И как решение пришла история с выездом и участием в Европе сначала. Сначала мы в Испанию ездили на The Best On. Угу. И мы нас поставили первыми. И вот мы выходим перед испанцами на русскоязычном треке первыми. Ну, короче, я тогда словил-словил очень неприятные ощущения. Очень. Я всем своим улыбался, но я сразу понял... Я сразу сдался так очень по-плохому. Короче, это было... Ну, мы станцевали очень хорошо. Я видео смотрел, как бы, тут вообще без вопросов. На следующий год мы поехали в Германию на The Finals. Угу. И взяли второе место. Там у нас разрыв был с первым какое-то там одно или два очка. У нас там четыре судьи было, если я не ошибаюсь. И три судьи нас дали первое место. А один судья какой-то куда-то глубоко засадил. А, понятно. Вот. То есть выводы сделаны были. И потом, конечно, случилась у нас арена Китай. Угу. На следующий год это было потрясающе. Такого я никогда не видел и не увижу. Наверное, китайцы понапичкали всего. Ну, вот, это огромная арена, это реально арена. То есть это вот... И весь чемпионат по танцам, это сложно сравнить с каким-то другим событием. Это больше похоже на премию Муз-ТВ. Я не знаю, это огромная сцена, огромный свет, экраны. То есть, ну, это грандиозно. Там тысячники какие-то, люди с палочками светящимися, запрограммированными. Шоукейсы от всех звезд. Такая микроолимпиада, получается. Да, и у них там прям бюджет еще такой. Реклама на небоскребах рядом там. Про танцы. Ну, вот я рассказываю всем. Вот ты стоишь, смотришь на 80-й этаж, там какой-то небоскреб, небоскреба, я маленький такой. Там типа Мерседес, Макдональдс, там что-то еще и арена. Ну, то есть вот так вот порассуждать, то я даже не могу понять, что это, как это возможно у нас в Москве, например. Ну, видимо, государственная программа или частные капиталки, это жестко, это все историю лоббируют и поддерживают. Это прекрасно. Да. Это звучит прекрасно. Я не знаю, чем они отбиваются. Ну, там огромное количество зрителей было, билета, может быть. Хотя участие было... Меня могут поправить мои, я вот, честно, не помню. Вроде бесплатное было. И китайцы нас, конечно, обхаживали, может быть, потому что мы первая команда, приехавшая не из Азии, попавшая на арену именно в Китае. Я знаю, многие попытались, пытались, но не проходили селекты. Вот мы первые прошли селекты, и нам дали сцену за два дня, что ли, до чемпионата на час на целый. Нам дали в синестейдже их школе местной час или два потренить бесплатно тоже. Нам дали три урока провести. Ну, короче, это было круто. Класс. Это было очень круто. И мне как туристу понравилось в Китае очень. Это какой город? Чинду. Чинду. Чинду – это столица сычанской провинции. Самой острой провинции Китая, как оказалось. Самой острой. И я вспомнил, что мне в Китае еще... Вот просто представь, огромный стадион, ну, просто огромнейший. Ты стоишь на сцене, у нас блэкауты начинаются, тишина полнейшая. И где-то издалека, с какого-то там «Ара, пап, давай!» В тишине просто. Мурашки, вообще мурашки. Друзья приехали на арену Кэмп. Женька, привет, Чепа, из Южно-Сахалинска. Вот, в общем, да. Это было офигенно круто. Потом с японцами это усилено. Об этом я не буду рассказывать. Хорошо, ладно. Так вот смотри, получается, это вот такой следующий этап. Вот фестивали в России неинтересны, мы поехали в Европу, поехали в Азию. А потом случился коронавирус. Так. И что делать? Ну, у меня было, конечно, паническое настроение. Я какие-то записывал интервью со всеми, пытался дознать у всех, что происходит в танцевальном обществе, почему все нету развития, что-то такое. Но это, видимо, мое какое-то внутреннее... Я начал на внешнее перекладывать. Ну, это нормально? Человеческая история? Ну, да. Ну вот сейчас все опять началось, как мне кажется, с новой силой. И сейчас, мне кажется, что благодаря тем же танцам, благодаря тому, что люди начали вкладывать большие деньги в проведение и делать из танцевального ивента что-то грандиозное, мы вышли на новую ступень. Вот. То есть вы вернулись к чемпионатам сейчас, по факту? Ну вот лично мы нет. Так, а куда вы пошли? Куда вы пошли? Сейчас мы сидим в зале и накидываем материал на спектакль. О, спектакль. Это другая форма. Она не соревновательная, соответственно. Да, у меня ребята мои уже устали от чемпионатов, от всех. Они уже нигде не хотят участвовать. Они со мной уже... Мы вместе танцуем 10 лет. Многие... Вау. Мне кажется, у меня самая старая и в этом отношении команда. Кто-то уходит, типа рожает и приходит. Ну, образно говоря. Вот. Ну, кто-то уходит, потом опять приходит. Ну, прям мы очень... И я с ним ничего не чищу уже. Мне так классно. Я показал, они меня знают, я знаю. Я уже не танцую, потому что они лучше меня танцуют. Ну, как бы... Не, ну ладно, я танцую, потому что ленивый. Ну, можешь себе позволить, Лёша. Я оправдываюсь тем, что у меня периодически всё, когда происходит, это выходные дни. У меня постоянно работают где-то в другом городе. И переразводить каждый раз из-за меня, ну, такое. Вот, поэтому... Ну, воспитал, воспитал уже. Можно и полениться. Я сейчас не воспитывал, но как-то само так. Мы все друг друга воспитали параллельно. Вот. Ну, вот мы делаем спектакль, вот. И однако я планирую час 15, час 20. У нас уже есть полчаса танцевания, чистого танцевания. Там будут какие-то сцены ещё игровые, что-то такое, монологи, диалоги. Продумываю сценарий пока. Там есть проблемы... Режиссируешь ты? Да. Я периодически выцепляю своих, и они ставят куски какие-то у меня. То есть я... У меня девчонки, мальчишки уже, которые преподают, ставят какие-то команды свои, там что-то ещё, и абсолютно хорошо это делают. И я им доверяю. Просто координирую, даю некие режиссёрские задания, рамки, в которых... Ну, или там что-то там, помогаю с разводками. Ну, в общем, да. Когда я понимаю, что это сделать человеку хорошо, лучше, чем я, уж точно, он в этой субкультуре, там, например, больше человек в контемпе или больше в чём-то ещё, в хип-хопе. Как бы, вот, делай. Вопрос сразу тогда сюда, который... Вот моя личная какая-то, не знаю, боль-не боль. Ну, то есть я... У меня стритовый бэкграунд. Вот, изначально это стрит, и потом вот сейчас в моей жизни появился современный танец. Я понимаю, что в движении, которое предлагает мне современный танец, я себя чувствую органично. Когда начинает играть, например, хип-хоп-трек, я чувствую себя странно сейчас, потому что я понимаю, что есть какая-то определённая форма, в которую мне нужно встроить своё тело, которое сейчас уже родило двух детей, и я не очень понимаю, зачем мне делать кикбл-ченч, running man, ну, когда я проучиваю, например, с детьми базу. Я себя чувствую в этом так себе. Как сейчас строятся твои отношения с телом, когда ты работаешь с телом и даёшь стрит-хореографию? То есть это, в смысле, такой заложник формата, потому что ты не можешь сказать, так, ребята, работаем по ключам. То есть ты всё равно составляешь, танцуешь. Всё зависит от музыки. Прежде всего, музыка является ориентиром. Музыка... От музыки рождаются эмоции, от эмоций рождаются мысли, от мысли рождается лексика, наверное, как-то так. И есть большие комплексы у меня остаться ненужным, не в профессии, поэтому постоянное беспокойство заставляет меня смотреть вокруг, учить разное, новое, и не становиться сорпёром, который говорит, вот, наши годы нормально, а вот это вот говно ваше я делать не буду, потому что это неправильно. Есть у меня примеры такие. Я стараюсь учить новые формы, новые философии движения в тех же уличных направлениях. Пытаюсь найти хорошее во всём, и пытаюсь научиться так же. Вот. Благодаря этому постоянно что-то интересно. Идёт поиск движенческого аппарата, поиск каких-то новых лексических оборотов. Это всё влияет, конечно, потом и на выбор музыки, понятное дело. Но касаемо... Ну вот тут, типа, музыка, окей, kickball change, там, типа, вообще норм. Ну, нормально. Здесь нормально. Тут периодами... Это можно проследить по моему плейлисту и скачиваем их треков. Тут, там, типа, инструментальная музыка, оркестровая, потом херак, миксы. Ты такой, типа, накачан на жёстком, а потом ты такой весь на носочке тянешь. Вот. Но это классно, когда ты меняешься, 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 меняешься. И одно время, вот, мы вообще, вот, прошлый год, полгода вообще ничего не ставил. Мы занимались только лабораторией внутренней. Я даже онлайн-курс записал, который никак не выпущу, потому что он мне... Ну, Лёш, ну надо. Он у меня записан, и что-то как-то... Только подходим, только подходим, СММ начинает мне закидывать задания, всякие там, видео снять, вот это всё. И я такой... Неужели нельзя без этого? Очень обидно всегда, когда есть кому что сказать и чем поделиться, вот не делают вот этих вот таких вот процессуальных шагов, чтобы завершить эту историю? Я вроде пытаюсь, но... Мне кажется, что... Если за это отвечает другой человек, который сказал мне, Лёш, давай сделаем и будем продавать, то он должен быть поактивнее. Всё так, переложим ответственность. Я считаю, что это по-взрослому. Да. Нет инфантилизма. Нет. Лёш, а что с тренажом? С тренажом тела, вот. Вот одно время я начал увлекаться... Я, правда, забуду уже, как всё это называется, но мы полгода занимались только танцем. Разные задания на ощущение партнёра, на ощущение себя. Партнеринг, наверное. Контактная импровизация, нет? Это касалось импровизации, но больше это касалось даже не поиска движений, а поиска качеств движения. Мы занимались там... Своего движения какого-то, да? Да, да. Тут вопросов не было никакого ни формата. Тут просто есть музыка и определённые задания, там, от банальнейших работы со скоростью, амплитудой и плотностью до каких-то историй, там, до рамок, там, рука к плечу. Ну, в общем, разные-разные-разные штуки, практики, которые... В том числе и дуэтные практики, и в том числе и партерные практики. Всё, что касается именно танцевания, поиска ощущения в движении, потому что очень многие делают красивые движения, но они не наполнены, и магии не происходят. А чтобы происходила магия, конечно, тут нужно работать глубже, искать глубже, не просто заниматься геометрией и алгеброй. Ну да. Ты кого-то приглашал вести эти классы, или вы это как-то сами делали? Я ходил. А, ты ходил на класс? Ходил, смотрел, что-то учился, и перенимал, и выдавал это. Кому-то это не понравилось, кто ушёл у меня, потому что кто-то хочет больше заниматься репертуаром. Ну, это нормально. Но вот те, кто остался... Мы потом полгода занимались этим, практиками всякими разными, и через полгода начали делать номер, и на первую же репетицию мы поставили минуты две сразу. только на заданиях, на определённых. Но я, конечно же, заранее продумал, что это я хочу. Тем не менее. Не просто уже, когда я говорю, человек подходит там... Взаимодействие. А уже взаимодействие начинает происходить от каких-то конкретных ключей, которые... На всё на это нужно время. Невозможно просто дать человеку задание, вам нужно партнёринговую импровизацию, но это не получится. Ты должен этим заниматься, уделить этому время. Процесс роста в этом отношении, это всё-таки человек и часы, и тут никуда не деться от этого. Но зато те, кто остался... Ну, по-другому. Те, кто наблюдал со стороны, из моих, кто у меня танцевал, они говорят, блин, они стали по-другому танцевать. Они стали танцевать лучше. То есть, если нужно, мы синхронные, мы быстрые, то есть, опять же, это сухие... Это никуда не ушло, да. Это да, есть. Но я и хореографию так ставлю, условно, вот есть вот... Бегинеры, есть профи. Это условная история. Разница конкретно для меня стоит в том, что бегинеры не умеют танцевать. Они умеют делать чётко движение хорошо, но они не пришли ещё вот к этому. Вот к этому ощущению, когда, ну вот, получается. И поэтому бегинерам я ставлю очень сложную хореографию. Очень мелкомоторную. Координационно сложную. Да, много движений, потому что это позволит скрыть их неумение танцевать. Потому что оттренировать и очистить можно любого. А арт-хаусу я больше даю... Проще намного хореографию я делаю. Но она работает только в одном случае, если её танцевать. Вот. Я могу позволить себе это сделать с ними, например. Я не могу с ними пока. Но это нормально. Зато они на этом учатся. Через внешнее идут к внутреннему. А у многих есть, наоборот, внутреннее, но нет внешнего. Техники. Конечно, в идеале, может быть, как-то параллельно это всё развивать, но я не знаю. Мне кажется, что, как в любом спорте, например, с детей сначала физподготовкой пичкуют жёстко, чтобы тело привести в некую форму. Какую-то кондицию, да? Ну, слушай, это такие, да, сложные методические вопросы. Мне кажется, это всё... Я не углублялся. Не углублялся, поэтому боюсь сказать какую-нибудь чушь. Вот ты уже один рассказал своё факап. Поделись ещё парочкой вот с твоём профессиональным таком пути. Человек, который достиг многого, который просто может завесить себя всего грамотками, медалями. Грамотками могу. Ну, просто, абсолютно. Я маме отдавал все вот эти вот дипломы. Квартира закончилась, наверное. Не-не-не, это было намного интереснее. Я приехал на дачу к ней, и вот эта вот будка туалетная, и она вся увешана была. То есть ты заходишь в туалет на даче, садишься и смотришь про свой жизненный путь. Вот куда идут победы. Тут грамотка, тут кубок, ты сидишь как бы... Отлично. Это просто можно родителям, которые отдают ребёнка на танцы и требуют сразу же побед. Вот им можно просто сказать, что случается потом со всеми кубками. Где это всё указывается? Мне всегда было пофигу на эти грамоты, хотя некоторые очень красивые, и организаторы вкладываются в это, и грубо, как минимум, просто не брать или выкидывать. Ну, конечно, нет, но это приятно так или иначе. Но это не цель, наверное, в этом смысле. Ценятся особые. Ценятся особые. Грамоты и кубки, которые очень тяжело добываются. Вот. К факапам, к факапам. Ну, то есть каким-то провалом, да, ошибкам. Ну, условно, даже не ошибкам, а то, что, возможно, тебя закалило как-то. Да навалом было. Было пару провалов в коммерческих, в этих телевизионных проектах, когда по неопытности ты что-то делаешь, не можешь найти, может быть, общую зацепку с артистом и правильно... Бывало, вот на танцах я делал номер, у меня Клевакин танцевал и Софа, и я вижу, что не получается у меня хореографии у них, но я гнул свою линию непреклонно. Делать. И, вы знаете, он ошибся и залажал. Вот, но... Но сейчас я понимаю, если бы я увидел, что это не идёт, я был бы более гибким. Ну, мы учимся. На своих ошибках. Ну, да, мы учимся. Ну, то есть путь, он, в принципе, очень неоднородный, и, наверное, в этом и есть какая-то сила? Он продолжается. Он продолжается. Нужно учиться. Постоянно двигаться вперёд. Не жить в прошлом. Вот это очень важно. Я иногда пересматриваю свою работу, но где-то хихикаю над собой, но... Делаю выводы определённые. И в прошлом жить не надо. Надо жить настоящим и думать о будущем, наверное, так. Ну, помнить о прошлом. Ну, да. Да, не отрицать. Последний вопрос. Танец Лёши Арапова сейчас, он о чём? У Лёши Арапова непростой период сейчас. Много происходит в жизни у Лёши Арапова. И с переоценкой ценностей, трагические ситуации семейного характера. В общем, всё это, конечно, откладывает свой отпечаток. Вот поэтому танец Лёши Арапова... Ну, сегодня танцевал. И тут надо просто спросить у людей, которые были в зале, о чём танец Лёши Арапова. Ты сам пока не готов сформулировать. Я когда танцую, я не думаю, наверное. Даёшь этому случиться просто? Да. Выходит? Да. Мы тогда спросим у тех, кто был на классе. Да, спросите, передайте мне, пожалуйста. Хорошо. Спасибо, Лёш. Спасибо тебе, что позвала меня. Йоу. Спасибо.